Мы зашли в Хасбурге и взяли два коктейля. Вот этот Oreo очень вкусный. Смотри, мама сонна. Смотри, мама сонна. Смотри, мама сонна. Смотри, мама сонна. А Элечка, ее у нее два масла. А еще у нас есть наше, что у нас есть игрушечная колба. Вот. И я на ней сажаю цветочки. А Элечка что делает с цветочками? Что, срывает цветочки? Конечно, маме срывает. Только я отвернусь, она все уже скачет. А Ира красивая-красивая. Тебе, кстати, вообще идеально. И даже вот сейчас длина волос так хорошо и цвет. Мы купили упаковочную бумагу. Вот такую в Пепко. Кстати, покупайте в Пепко бумагу, потому что она там стоит 50 центов. А в Максима и Риме она стоит евро 70. Ну, где-то в три раза больше. И вот такие штуки. Ира хочет с них сделать какие-то гирлянду с цветочки. Вот. А вот эта, кстати, бумага очень классно сочетается с вот этой и у нас еще есть. А еще мы взяли, где эта собака? Вот такую собаку. Там была скидка большая. И что там написано на латышском? Естественно, мы ничего не понимаем. Там было написано, что вот эта закрывашка, что ее нет. Ну, в общем, мы взяли за 2 евро эту собаку в упаковке. Вот. Но я же не поняла, о чем это. Ну, в принципе, ладно. И получается, что батарейки не закрываются. Еще я ставила батарейки сюда и нажимая вот эти кнопки, зажигается вот эта кнопка. Но звуков нет. А должны быть звуки. Вот здесь котенок, собачка, еще что-то. Ну, Эви все равно ей играется. Ее можно таскать за веревочку. Дай я покажу. И возить. Детям, знаете, все равно. Вот ей нравится эта собачка. Хотела я накупить Пепко. А, мы еще эти обувь купили для Эви в Пепко. Но она ее снимает, отказывается носить. Она не приученная, и я не понимаю, как ее приучить. Будем по чуть-чуть, постепенно. Еще скоро шапки нужно одевать. Она шапки снимает вот сразу, моментально. Ну, может, она сама поймет, что без шапки холодно. Вон играется собака все-таки. Короче, в Пепко хотела я закупить вещей на будущее. Но я поняла, что они мне уже не нравятся. Они маломерки для нас. И поэтому размеры не соответствуют своим размерам. И это останавливает в покупке. Вот. Такое. А мы уже тапочки взяли. Ну, босоножки, туфельки. Как это называется, Господи? В детском уже 22 размер мы взяли. А в малышковом там до 21 все лежит. Это мы уже взяли постарше. В детском. И одежду малышков нам уже все уже притык. Поэтому там брать тоже ничего нельзя. Вот так, Эви. А покажи, ты ходишь, ходишь. Я говорила, по-моему, вчера, что два шишка, Эвичка, сделала. Вчера 6 сентября. Два маленьких-маленьких шишки. А сегодня мы на детской площадке там малыш был. И он меньше, чем Эви. Ну, так не возраст там, а рост там. Ну, немножко такой. Он худенький более. И он такой раз-раз и побежал, и пошел. А мы смотрим и думаем, он уже ходит. А мы еще не ходим. Мы же, короче, экономим. Типа. Мы же говорили, что у нас там деньги за зарплаты заканчиваются. И нам говорили, что закупайте продукты на неделю. И что? Вот мы закупили продукты. Пошли мы гулять в Хейсбургере. Мы взяли два коктейля. Они, наверное, потянули там на 5 евро. Не знаю. На сколько они потянули? На 5 евро. Потом мы зашли... Ну, кто экономит, тот квартир не покупает. Да, кто экономит. И потом... У нас опять день закончился. Потому что, даже если мы будем экономить на еде, мы все равно будем жрать. Потому что мы будем голодными. И потом, короче, вот мы просто опять поели так... Ну, как? Нормально поели, но все равно. И все-то голодные стали. Пошли мы потом в бассейн. Ну, не в бассейн сам. Просто в электром зашли спросить. Чтобы пойти с ребенком, нужно за себя платить. Там есть такой бассейн этот. Как он сказал? Речка. Речка, да. Речка. Я бы хотела просто в речку рядом стоять. Ну, в одежде. Не раздеваться. Все. А ребенок в речке себе плавает там на надувном каком-то. Ну, и ручками придерживая. Вот так я хочу. Но у них так не бывает. У них ребенок бесплатный. А взрослый должен за себя заплатить. И может идти пользоваться разными бассейнами, получается. А так, чтобы просто пойти в эту речку. Ну, ребенку тем более бесплатно. Или просто за ребенка заплатить. У них нет такого отдельного абонемента. А я не представляю, как мы пойдем в большой бассейн. Рядом с Эви. Кто-то сидит. Кто-то поплавал. Кто-то вылез. А ее надо держать. Это же опасно. Она же не будет на одном месте сидеть, получается. Она все равно полезет куда-то. Ну, то есть пока она хотя бы ходить нормально не начнет. Если бы в речку можно было бы эту отдельную. Ну, да. Просто такой, как ручеек вот сделано. И, короче, мы там поели. Потому что там, оказывается, столовая есть. И мы там поели тоже где-то на 5 евро. Ну, там картошечка и буряк в этом майонезе еще. Получается, то есть просто подъели и вот вам экономят. Какая экономия вообще? Никакой здесь экономии в этой стране нет. Угу. Где-то что-то вышло на улицу. Лучше вообще на улицу даже не выходить. Потому что захочется что-то подожрать. Угу. Подожрать, выпить какого-то напитка, сока, кофе, шмоке какое-то. И что попало. В следующую субботу будет выставка животных. И рядом, недалеко от нас. То есть там удобно, что нам нужно никуда ехать. И мы обязательно пойдем на эту выставку. Правда, еще мы думаем, брать собаку или не брать. Потому что там написано, берите своего четверного брува. Если мы возьмем, то все офигеют просто от этого. И нас, наверное, не пустят. Ну, вообще было бы прикольно. Постебаться. Ну, нам самим будет это неудобно. Хорошо. Пойдем там. Я читала, зашла на их сайт. Что там будет тысяча собак, пятьсот кошек. Там щенков будут продавать. Все на свете. Батуты для детей, пони всякие. Потом какой-то это, живой уголок. Дети могут тоже потрогать животных. В общем, катание на багги, на машинках. В общем, ну, очень мы хотим туда сходить. И билет для взрослых опять пятьдесят. Ну, а для ребенка при предъявлении удостоверения бесплатно, но до трех лет. Ой, Эви пришла сниматься со мной. Хи-хи. Хо-хо. По-моему, что-то у нас это пахнет какашками. Зачем я так говорю? Ладно, придется вырезать. Теперь все. Попробуем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, есть и такие мы сидим хлеба едим после подъезда это чуть-чуть по чуть-чуть отрывай немножко . ей давай по чуть-чуть . не все равно отрывай с тобой . куда ты столько . подожди , перерва , перерва . она же это . тихо . ого . сначала проглоти . не дам . нет . сначала проглоти . давай ей по катышкам маленьким . как этому . птенчику . . .